Старушка очень полюбила совет разумный и благой. Сочлась и тут же положила в Москву отправиться зимой. И Таня слышит новость эту. И Таня говорит, простите, мирные долины, и вы, знакомых гор, вершины, и вы, знакомые леса, прости, небесная краса, прости, веселая природа, меняю, милый, тихий свет на шум блистательных сует. И Таня говорит, простишь и ты, моя свобода, куда, зачем, стремлюсь и я, что мне сулит судьба моя. Ее прогулки длятся доли, теперь то холмик, то ручей, остановляют по неволе Татьяну прелестью своей. Она, как с давними друзьями, с своими рощами, лугами, еще беседовать спешит. Но лето быстрое летит, настала осень золотая, природа трепетно бледна, как жертва пышно убрана. Вот, север тучи, нагоняя, дохнул, завыл, и вот сама идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась клоками, повисла на суках дубов, легла волнистыми коврами среди полей, вокруг холмов. Брега с недвижной рекою сравняла, пухлой пеленою, блеснул мороз, и рады мы проказам матушке зимы. Не рада ей лишь сердце Тани, не идет она зиму встречать, морозной пылью подышать, И первым снегом с кровли бани умыть лицо, плеча и грудь. Татьяне страшен зимний путь. Отъезда день давно просрочен, проходит и последний срок. Осмотрен, вновь обид, упрочен, забвенью брошенный вазок. Обоз обычный, три кибитки, везут домашние пожитки. Кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами, горшки, тазы, эцетера, ну много всякого добра. И вот в избе между слугами поднялся шум, прощальный плач, Ведут на двор осьмнадцать кляч. В вазок боярской их впрягают, готовят завтрак повара, Горой кибитки нагружают, бронятся бабы, кучера. На кляче тощий и косматый сидит фрейтор бородатый, Сбежал из челядь у ворот, прощаться с барами. И вот уселись, и вазок почтенный, скользя, ползет за ворота. Простите мирные места, прости приют уединенный, Увижу ли вас, и слез ручей, у Тани льется из очей. Когда благому просвещению отдвинем более границ, Со временем, про счисление философических таблиц лет через пятьсот, Дороги, верно, у нас изменятся безмерно. Шоссе, Россию здесь и тут соединив, пересекут, Мосты чугунные через воды шагнут широкую дугой, Раздвинем горы, под водой пророем дерзостные своды И заведет крещеный мир на каждой станции трактир. Теперь у нас дороги плохи, мосты забытые гниют, На станциях клопы да блохи заснуть минуты не дают. Трактиров нет, в избе холодной, высокопарной, но голодной, Для виду преискурант висит и тщетный дразнит аппетит. Меж тем, как сельские циклопы перед медлительным огнем Российским лечат молотком изделие легкое Европы, Благословляя колеи и рвы отеческой земли. Зато зимы порой холодные, езда приятна и легка. Как стих без мысли в песне модной, Дорога зимняя глотка. Автомидоны наши бойки, Неутомимы наши тройки, И версты, теша праздный взор, В глазах мелькают, как забор. К несчастью Ларина тащилась, Боясь прогонов дорогих, Не на почтовых, на своих, И наша дева насладилась дорожной скукою вполне. Семь суток ехали они. Но вот уж близко, Перед ними уж белокаменной Москвы, Как жар крестами золотыми Горят старинные головы. Ах, братцы, Как я был доволен, Когда церквей и колоколин, Садов, чертогов, полукруг Открылся предо мною вдруг, Как часто в горестной разлуке, В моей блуждающей судьбе, Москва, Я думал о тебе. Москва, Как много в этом звуке Для сердца русского слилось, Как много в нем Отозволось. Вот окружен своей дубравой Петровский замок, Мрачно он Недавнею гордится славой, Напрасно ждал Наполеон Последним счастьем упоенный Москвы коленопреклоненной. С ключами старого Кремля Нет, не пошла Москва моя К нему с повинной головою. Не праздник, Не приемный дар Она готовила Пожар Нетерпеливому герою. Отсели, В думы погружен, Глядел на грозный пламень Он. Прощай, Свидетель падшей славы, Петровский замок. Ну, не стой, Пошел. Уже столпы Заставы белеют, Вот уж под Тверской Возок несется через ухабы, Мелькают мимо будки, Бабы, Мальчишки, Лавки, Фонари, Дворцы, Сады, Монастыри, Бухарцы, Сани, Огороды, Купцы, Лачушки, Мужики, Бульвары, Башни, Казаки, Аптеки, Магазины моды, Балконы, Львы на воротах И стаи галок на крестах. Всей утомительной прогулки Проходит час-другой, И вот у Харитонья В переулке Возок пред домом У ворот остановился. К старой тетке, Четвертый год больной В чахотке, Они приехали теперь. Им Настя шатворяет дверь В очках в изорванном кафтане, С чулком в руке Седой калмык, Встречает их в гостинный Крик, Княжны, Простертые на диване, Старушки с плачем Обнялись И восклицанье Полились. Княжна Монанш, Пашет, Алина, Кто б мог подумать, Как давно, Надолго ль, Милая кузина, Садись, Как это мудрено, Ей-богу, Сцена из романа. А это дочь моя, Татьяна. Ах, Таня, Подойди ко мне, Как будто брежу я во сне. Кузина, Помнишь, Грандисона? Как Грандисон? А, Грандисон, Да помню, помню, Где же он? В Москве живет, У Симеона. Меня в сочельник навестил, Недавно сына он женил, А тот, Но после все расскажем. Не правда ль? Всей ее родне Мы Таню завтра же покажем. Жаль, Разъезжать нет мочи мне. Едва, едва таскаю ноги, Но вы замучены с дороги. Пойдемте вместе отдохнуть. Ох, силы нет, Устала грудь. Мне тяжела теперь и радость, Не только грусть. Душа моя, Уж никуда не годна я. Под старость жизнь Такая гадость. И тут, Совсем утомлена, В слезах раскашлялась она. Больной и ласки, И веселье Татьяну трогают, Но ей Нехорошо на новоселье, Привыкшей Горнице своей. Под занавеской у Шелковой Не спится ей В постели новой. И ранний звон колоколов, В предтече утренних трудов, Ее с постели подымает. Садится Таня в окна, Редеет сумрак, Но она своих полей Не различает. Пред нею незнакомый двор, Конюшня, Кухня и забор. И вот по родственным обедам Развозят Таню каждый день Представить бабушкам и дедам Ее рассеянную лень. Родне прибывшей издалече Повсюду ласковая встреча И восклицания, И хлеб-соль. Как Таня выросла, Давно ли, Мне кажется, Тебя крестила, А я так на руки брала, А я так за уши драла, А я так пряником кормила, И хором бабушки твердят, Как наши годы-то летят. Но в них не видно перемены, Все в них на старый образец. У тетушки княжны Елены Все тот же тюлевый чипец, Все белится Лукерья Львовна, Все тоже лжет Любовь Петровна, Иван Петрович так же глуп, Семен Петрович так же скуп, У Пелагея Николаевны Все тот же друг месье Финуш, И тот же шпиц, И тот же муж, А он все клубо-член исправный, Все так же смирен, Так же глух, И так же ест И пьет за двух. Их дочки Таню обнимают, Молодые грацы Москвы Сначала молча озирают Татьяну с ног до головы, Ее находят что-то странное, Провинциальное и сжиманное, И что-то бледное и худое, А впрочем очень недурное. Потом, покорствуя природе, Дружатся с ней, К себе ведут, Целуют, Нежно руки жмут, Взбивают кудрией по моде, И поверяют нараспев Сердечной тайны, Тайны дев, Чужие и свои победы, Надежды, Шалости, Мечты. Текут невинные беседы С прекрасной легкой клеветы, Потом, В отплату лепетания, Ее сердечного признания Умильно требуют они. Но Таня, Точно как во сне, Их речи слышит без участия, Не понимает ничего, И тайну сердца своего, Заветный клад и слез, И счастье, Хранит безмолвно между тем, И им не делится ни с кем. Татьяна вслушаться желает В беседы, В общий разговор, Но всех в гостиной Занимает такой бессвязный, Пошлый вздор, Все в них так бледно, Равнодушно, Они клевещут даже скучно. В бесплодной сухости речей, Расспросов, сплетен и вестей, Не вспыхнет мысли в целы сутки, Хоть невзначай, Хоть наобум Не улыбнется тонный ум, Не дрогнет сердце, Хоть для шутки, И даже глупости смешной В тебе не встретишь, Свет пустой. Архивные юноши Толпою На Таню чопорно глядят, И про нее между собою Неблагосклонно говорят. Один какой-то шут печальный Ее находит идеальной, И, прислонившись у дверей, И легию готовит ей. У скучной тетки Таню Встретя к ней Как-то вяземской подсел, И душу ей занять успел. И близ него, ее заметя, Об ней поправив свой парик, Осведомляется старик. Но там, где мельпомены бурной, Протяжней раздается вой, Где машет мантией мишурной, Она пред хладной толпой, Где талия тихонько дремлет, И плеском дружеским Не внемлет, Где терпсихори Лишь одной девицы Зритель молодой, Что было так же В прежние леты, Во время ваше и мое, Не обратились на нее Ни дам ревнивые лорнеты, Ни трубки модных знатоков, Из лож и кресельных рядов. Ее привозят и в собрание, Там теснота, волнение, жар, Музыки грохот, свеч блистание, Мельканье, вихрь быстрых пар, Красавец легкие уборы, Людьми пестреющие хоры, Невест обширный полукруг, Все чувство поражает вдруг. Здесь кажут франты записные, Свое нахальство, свой жилет И невнимательный лорнет. Сюда гусары отпускные Спешат явиться, прогреметь, Блеснуть, пленить и улететь. У ночи много звезд прелестных, Красавец много на Москве, Но ярче всех подруг небесных Луна в воздушной синеве. Но та, которую не смею, Тревожить лирую моею, Как величавая луна, Средь жен и дев блестит одна. С какой гордостью небесной Земли касается она, Как негой грудь ее полна, Как томен взор ее чудесный. Но полно, полно, перестань, Ты заплатил безумству дань. Шум, хохот, беготня, поклоны, Голоп, мазурка, вальс. Меж тем, между двух теток у колонны, Незамечаемо никем, Татьяна смотрит и не видит, Волнений света ненавидит. Ей душно здесь. Она мечтой стремится к жизни полевой, В деревню, к бедным поселянам, Уединенный уголок, Где льется светлый ручеек, К своим цветам, к своим романам И в сумрак липовых аллей, Туда, где он являлся ей. Так мысль ее далече бродит, Забытый свет и шумный бал. А глаз меж тем с нее не сводит Какой-то важный генерал. Друг другу тетушки мигнули И локтем Таню враз толкнули. И каждая шепнула ей, Взгляни налево поскорей. Налево где? Что там такое? Ну, что бы ни было, гляди. В той кучке, видишь, впереди? Там, где еще в мундирах двое. Вот отошел. Вот боком стал. Кто? Толстый этот генерал? Но здесь с победою поздравим Татьяну, милую мою, И в сторону свой путь направим, Чтоб не забыть, о ком пою. Да, кстати, здесь о том два слова. Пою, приятеля младого, И множество его причуд. Благослови мой долгий труд, О ты, эпическая муза. И верный посох мне вручив, Не дай блуждать мне Вкось и вкриф. Довольно. С плеч долой обуза. Я классицизму отдал честь. Хоть поздно, О вступленье есть.